МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, как в администрации курорта прошло заседание Межведомственного кредитного совета, о чем говорили и что решили. О страшной находке времен Великой Отечественной войны. Об одностороннем движении в районе Красной площади. О горе-туристке на склоне горы. О дослойном результате анапских спортсменов на краевом турнире по самбо в Адлере. И не только об этом. В Анапе продолжают внедрять систему безналичной оплаты. Об этом шла речь на заседании Межведомственного кредитного совета. Его провела первый вице-мэр Светлана Балаева. В работе также приняли участие руководители профильных управлений мэрии, представители бизнес-сообщества, банковской сферы, торгово-промышленной палаты и налоговой службы города-курорта. О чем говорили, вы узнаете далее в сюжете. Главной темой дискуссии стало обсуждение мер, которые расширят возможности оплаты по безналичному расчету на городских рынках. Как показывает практика, предприниматели, имеющие торговые точки на рынках, неохотно используют контрольно кассовую технику и терминалы. Не все имеют онлайн-кассы, что вызывает неудобства для покупателей. Объем безналичных платежей у нас значительным образом увеличился за последние полтора года. Но вместе с тем мы понимаем, что у нас не все. Не все абсолютно далеко проходит через платежные системы, с одной стороны. С другой стороны, не всеми предпринимателями бизнес-сообществом используются онлайн-кассы, даже если это наличная оборота. Поэтому, мне кажется, тут нам с вами нужно подумать над тем, как нашу работу сделать более результативной. По мнению представителей банков, нежелание предпринимателей активнее использовать цифровые технологии чаще всего обусловлено консервативным мышлением. Изменить ситуацию, по мнению участников банковского сектора, поможет повышение финансовой грамотности, конструктивный и живой диалог с бизнесом. Начиная с февраля месяца, развернута большая программа, мы исследуем у нас регулярные встречи с индивидуальными предпринимателями, на которых мы рассматриваем основные наболевшие вопросы. Каждое занятие, практически каждый месяц, кроме летом, летом у нас был пропуск один месяц, в августе не делали. У нас рассматриваются такие вопросы, как оснащение контрольно-кассовой техникой, правильность ее применения, а также установка оборудования по безналичной оплате и QR-кодированию. Кстати, не упомянул, на сегодняшний день никто из индивидуальных предпринимателей не завел себе QR-код. По итогам совещания принято решение о создании эффективного алгоритма, который позволит мотивировать бизнес и расширить возможности оплаты по безналичному расчету. Мы со своей стороны, с Еленой Владимировной и с управлением торговли, накидаем базовую такую, ну, сеточку, да, как мы видим там. Во-первых, это информационный материал, плюс с нашими информационщиками, подумаем, как нам связаться, ну, вот, озвучить все то, что сегодня мы говорили о необходимости там, напомнить про маркировочную продукцию. В Анапе и Красноармейском районе инженерно-техническая группа ОМОН Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю обследовало и уничтожило 12 минометных мин и две гранаты РГ-42 периода Великой Отечественной войны. Похожие на снаряды предметы были обнаружены дорожными рабочими. Прибывшие на место взрывотехники Краснодарского ОМОН идентифицировали 12 минометных мин калибра 81 мм. С соблюдением требований безопасности Росгвардейцы уничтожили боеприпасы. В Анапе на развязке около торгового центра Красная площадь заработала новая схема. Запущено одностороннее движение по улице Астраханской от Объездной до Амелькова, на улице Амелькова от Астраханской до Объездной, на улице Объездной от Амелькова до Астраханской в сторону центра. Данная мера предусмотрена комплексной схемой организации дорожного движения. Она позволит разгрузить субсекское шоссе и повысить пропускную способность магистрали. Восстановлен участок верхней дороги, размытой во время августовской чрезвычайной ситуации. Специалисты компании «Вираж» завершают работы на участке, где во время залповых осадков поток воды ручья Можепсин полностью размыл дорожное покрытие. Временно оно было выполнено в щебеночном исполнении. И вот после проведения всех необходимых восстановительных и укрепительных работ участок заасфальтирован. Безобидная вечерняя прогулка в районе лестницы 800 ступеней обернулась для гостей Анапы вызовом спасателей. Женщина обратилась за помощью, когда поняла, что она не рассчитала своих сил и не сможет самостоятельно продолжить движение по крутому склону. На место происшествия оперативно прибыли специалисты службы спасения города-курорта. Спасатели нашли туристку и при помощи альпинистского снаряжения доставили ее в безопасное место. Медицинская помощь гостей курорта не понадобилась. В Виноградном реконструируют стадион «Олимп». Модернизацию центрального спортообъекта поселка выполняет группа компаний «Ориант». На территории спортзоны установят новые трибуны, универсальные площадки и раздевалки. Создадут варкаунт-зону, отремонтируют футбольное поле, обустроят беговые дорожки, а также в целом облагородят территорию. Современный стадион будет отвечать всем требованиям и позволит принимать всероссийские соревнования по футболу и пляжным видам спорта – волейболу и футболу. «Олимп» станет не только центром спортивной жизни района, но и любимым местом для прогулок и отдыха жителей Виноградного. Сдать обновленный объект планируется к началу лета 2022 года. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. «Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Анапские спортсмены стали победителями краевого турнира. В Адлере завершились соревнования по дзюдо, посвященные памяти героя Советского Союза Мартироса Нагуляна среди спортсменов 2009-2010 года рождения. В мероприятии приняли участие 370 спортсменов. Команда Анапы была представлена на соревнованиях спортсменами во всех весовых категориях. По итогам турнира в копилке анапчан 17 медалей различного достоинства, 4 из которых золотые. В сборную Анапы составили спортсмены и тренеры из станицы Гостогаевской, поселка Заря и Супсех, спортивного клуба «Каскад» и спортзала «Космос». Поздравляем спортсменов и их тренеров с достойным результатом. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – ресторан грузинской кухни «Старая мельница». Ресторан грузинской кухни «Старая мельница». Это островок грузинского радушия в Анапе. Вкусная еда, уютная атмосфера с живой музыкой, открытая терраса, детская игровая комната с аниматорами, а также банкетный зал, который вмещает до 140 человек. «Старая мельница». Все по-новому. Город Анапа, улица Северная, 3Г. Телефон плюс семь девятьсот восемьдесят восемь триста тридцать три восемьдесят восемь ноль один. Далее прогноз погоды в городских подробностях. Спонсор прогноза погоды – океанариум в парке «30-летие Победы». Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке «Планета Океан». Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русский осетр и белоперые акулы прямо над головой. Спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря. Собственный охранник зоопарка – Леопард Ричард. И это не телепередача «Мире животных». Это океанариум «Планета Океан» в парке «30-летие Победы». Во вторник, 12 октября, нас ожидает переменная облачность. Температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Влажность воздуха составит 63%. Ветер подует с северо-востока со скоростью 6 метров в секунду. Порывы – до 11. Температура воздуха ночью – плюс 11 градусов. На сегодня это все, о чем успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова